Дорогие коллеги, прежде всего, конечно, я хотела поблагодарить организаторов за приглашение на этот конгресс. Дело в том, что мы уже несколько лет приезжаем, и действительно всегда очень довольны тем, что проходит так активно это мероприятие. Я должна сказать, что мы вот обсуждали вчера, конечно, очень большие сложности в вопросе иммуно-онкологии. Казалось бы, с одной стороны, это направление сейчас чрезвычайно актуально во всем мире, и все литературы, все вот даже сегодняшние доклады на конгрессах очень много посвящено современным методам лечения с использованием именно иммуно-терапевтических методов. Тем не менее, довольно большие сложности в нашей стране с развитием экспериментальной иммунологии опухоли, и уменьшается количество исследователей, очень большие сложности с научной работой. И тем не менее, вот сегодня мне очень радостно, что целый день посвящен именно экспериментальным и клиническим вопросам иммуно-онкологии. Все-таки это говорит о том, что это направление у нас развивается, и мне хочется пожелать всем успеха, потому что я тоже считаю, что это очень важное, очень интересное направление. И думаю, что мы будем использовать наши методы, которые мы разрабатываем, действительно в клинической практике. Теперь разрешите перейти к своему докладу. У меня доклад несколько изменился, поскольку я решила, что гораздо интереснее остановиться на основных направлениях регуляции противоопухолевого иммунитета. Так, теперь у меня что-то оно не работает. Это как бы вводное, что многочисленные экспериментальные клинические исследования убедительно доказали, что из важнейших систем организма, препятствующих развитию злокачественных опухолей, является иммунная система. Для поддержания своего роста опухоль использует механизмы, направленные на разрушение иммунологической защиты, и взаимодействие между системой иммунной и злокачественной опухолью представляет собой тонкий баланс между процессами иммунной активации и иммуносупрессии. Конечно, основной вопрос – это наличие опухоли, ассоциированных опухолеспецифических антигенов. Но в настоящее время рассматриваются таким образом опухолеспецифические антигены. Это которые не экспрессируются в нормальных клетках, это белки, возникшие в результате различных соматических мутаций на антигены, и которые могут индуцировать сильный иммунный ответ. И чужеродные антигены, обладающие с такой же активностью опухоли, ассоциированные антигены экспрессируются на нормальных клетках в результате аберрантной экспрессии и гиперэкспрессии, и аутофитальные антигены. Значит, основные направления стимуляции иммунного ответа, всё-таки по-прежнему называемым иммунотерапией, это или стимуляция эффекторных механизмов, или подавление ингибиторных механизмов. Здесь вы видите большое количество этих методов, которые относятся как к стимуляции, так и к подавлению этих аспектов. Конечно, на них всех я не буду останавливаться, тем более, что сегодня будут доклады, которые касаются и цитокинотерапии, и других аспектов, и вакцинотерапии, которой, по-моему, очень много докладов будет посвящено. Поэтому я очень просто хотела сказать, что вакцинотерапия – она одна из интереснейших направлений. Используется здесь очень много различных подходов. Это эпептиды, протеиды, ДНК-рентасодержащие вакцины, дентритноклеточные, антолитические и так далее. И, как я сказала, я на них не буду говорить, но самое большое внимание, то есть, в любом случае, опыт самый большой – это с дентритными вакцинами. Но надо сказать, что здесь, конечно, имеются определенные требования. Это условия для генерации эффективного противоопухолиумного ответа. То, что дентритные клетки должны обладать эстимулирующей активностью, индуцировать необходимый тип иммунного ответа. Антигены, которые используются для этой вакцины, должны экспрессироваться на высоком уровне на клетках в мишенях и отсутствовать на клетках нормальных тканей. Клетки-эффекторы, и вот этот момент очень важный, что они должны быть способны к иммунному ответу. Опухолевые клетки чувствительны к иммунной атаке и являются, конечно, необходимым условием при одолении механизмов устальзания. То есть, вы видите, что достаточно много условий, которые необходимы для эффективности этого процесса. Практически мы стимулируем ту же самую популяцию, поскольку это не специфическое воздействие, и в результате получаем отрицательный ответ. Поэтому хотелось бы сказать, что иммунологические изучения, и дальше я вам покажу чему-то чиппоинтовских препаратов, что это самое необходимое изучение для разработки методов иммунотерапии. В настоящее время, я знаю, что здесь будет тоже этот аспект достаточно широко рассмотрен, это адаптивный перенос Т-клеток. Сейчас достигнут значительный успех применения в качестве адаптивного переноса Т-клеток, которые благодаря использованию геноинженерных технологий экспрессируют Т-клеточные рецепторы или химерно-антигенные рецепторы, направленные против клинически значимых антигенов опухолевых клеток. Так называемые кары. Вот вы видите структуру каров, я знаю, что сегодня будет тоже очень подробно о них рассказываться, и вы видите, что она довольно сложная структура, и используется в качестве рецепторов очень много, можно присоединить различных молекул, это и там CD40, и леганды различные и так далее, и практически очень многие из них сейчас изучаются. Но эффект, который уже, так сказать, не можем отрицать, что действительно икары дают хороший противоопухольный эффект, в основном идёт при гематологических заболеваниях. Ну тут как-то съехал слайд, тут острые лимфобластные лейкозы, его варианты, лимфома, множественная мелома, и вы видите, что там очень высокий действительно противоопухольный эффект, до 90%. Это говорит о том, что это очень верное направление исследований, и действительно перспективно, и можно действительно его использовать уже в лечении онтологических больных. Безусловно, как любое иммунологическое воздействие, когда мы воздействуем на иммунную систему, то всегда имеются осложнения, но они связаны именно с иммунной системой. В данном случае это высвобождение цитокина, так называемый синдром цитокин-релиз. Это системная воспалительная реакция, она достаточно нам ещё известна с использованием интерлекина-2, ну и возможное нарушение со стороны центральной иммунной системы. Другие кары, на них я просто сегодня тоже не останавливаюсь, при злокачественных на образованиях, таких солидных, они тоже используются, но эффект меньший. Может быть, связано это со сложностью создания таких химерных антител, поскольку вопрос антигена здесь стоит. В основном применялось при меланоме, большей частью этих исследований, в общем, там есть определённые успехи. Но основные направления, которые в настоящее время очень широко применяются, это воздействие на так называемые контрольные точки иммунитета, что, как мы знаем, приводит к эффективному ответу. Ну, мы знаем, что существуют моноклональные антитела антагонисты и агонисты, которые воздействуют на коингибиторные молекулы и снимают подавление активности Т-клеток, и костимуляторные молекулы, повышение активности Т-клеток. В любом случае, вот это воздействие приводит к активации противоопухолевого иммунитета. Но воздействие, конечно, зависит от тех моноклональных антител, которые вы используете, то есть конкретно против каких они, антител, направлены. Сейчас на соответствующих симпозиумах здесь очень много данных по клиническому использованию этих препаратов. Мы знаем, что уже в нашей стране они есть. Это ипилимумаб, который направлен против Сетиля-4, который действительно показал очень неплохую выживаемость больных, особенно при меланоме. Сейчас он применяется и при раке лёгкого, и при некоторых других исследований. Механизм действия его достаточно хорошо известен, но я остановлюсь на иммунологических механизмах. Здесь что вот интересно. Дело всё в том, что направлены эти антитела против Сетиля-4. Сетиля-4, как мы знаем, в основном они на Т-регах. Сейчас, правда, слово Т-регуляторные применяются ко всем популяциям супрессорных клеток Т-клеточного ряда. Это, в принципе, и Т-реги, и CD828, и НТТ-клетки. Вот все входят в это понятие, сейчас входят не только Т-реги. Вот что происходит? По данным литературы, здесь насчёт Т-регов очень противоречивые данные. В принципе, в большинстве случаев показано, что в опухолевом микроотружении значительно уменьшается количество Т-регов после использования пилимумаба. А вот в периферической траве этого не наблюдается. Есть данные, которые говорят, что да, падает, но большинство данных говорит о том, что количество их может повышаться в периферической траве. Механизм не понятен, то ли это выброс идёт этих клеток в период воздействия препарата. Но при этом, вот по литературным данным, получается, что у тех же самых больных снижается количество миелоидных супрессорных клеток. Что очень интересно, поскольку, в принципе, этот препарат не направлен на эти клетки, тем не менее, отмечается такое снижение миелоидных супрессорных клеток. Мы в своём исследовании, у нас проводится в Центре изучения пилимумаба в рамках протоколов, и мы посмотрели действительно, как влияет пилимумаб на другие клетки. И вот что оказалось интересно, что, в принципе, оказывается, что большинство супрессоров Т-клеточного ряда тоже реагируют на введение этого препарата. Здесь мы видим его влияние на... Нельзя как-то, чтобы этот был край как-то туда подвинут, чтобы люди видели, какие лимфоциты. То как-то всё уходит туда. Здесь, в общем, вверху CD8-28. И вы видите, что при стабилизации исходно повышенной они снижаются, при прогрессировании остаются так далее. И НКТ-клетки. Вы видите, вот, сейчас, ну, так, бог с ним. Мы видим, что то же самое происходит у больных с НКТ-клетками. То есть такое впечатление, что введение пилимумаба, который направлен против стилля-4, оказывает влияние и на другие Т-клеточные популяции. И это, наверное, действительно очень важно, потому что, если мы говорим о том, что мы хотим уменьшить популяцию супрессорных клеток, то, возможно, комбинация, сейчас очень много комбинаций этого препарата идёт, в том числе с вакцинотерапией. А вы знаете, что вакцинотерапия, к сожалению, как и интерлекин-2, интерфероны, они при длительном применении способствуют именно активации супрессорного звена иммунитета. То есть через какое-то время у вас увеличивается у больного количество, может быть, ТРЭГов или какой-то другой популяции супрессорных клеток. И, возможно, комбинация не с такими дозами, которые используются для лечения, а с малыми дозами этого препарата, тем более, что сейчас он у нас зарегистрированный, есть в наличии, может быть, комбинация с этими препаратами позволит улучшить эффект той же вакцинотерапии, то есть подавить супрессорное звено. Может быть, это будет тоже комбинация с предварительным использованием того же эпилемумаба для достижения этого эффекта. А теперь вот мы сумели оценить продолжительность жизни. Значит, у нас есть больные, которые получали эпилемумаб в течение двух лет и трёх лет даже. И мы посмотрели больных, которые пережили, то есть динамика была иммунологического наблюдения. И мы здесь видим, что по количеству, если проанализировать по количеству трёхлеточной популяции, допустим, CD3, CD4, дальше будет CD8, мы видим, что, в принципе, те больные, которые пережили этот в конце, прожили более двух лет, у них идёт восстановление трёхлеточного иммунитета за счёт увеличения CD3 клеток, CD4 клеток, увеличивается особенно, чётко это видно, CD8 клеток. Вы видите, что те больные, которые прожили достаточно долго, у них повышается количество CD8 клеток. И небольшое снижение НКТ клеток. Конечно, это наблюдения очень небольшие. Вы понимаете, что у нас таких больных было мало, но тем не менее, может быть, нам удастся хотя бы каким-то образом найти биологические маркёры, которые могут предсказать целесообразность назначения и эффективность лечения, потому что при использовании чекпоинтовских препаратов бывает отсроченный эффект, когда вы даже превращаете введение препарата, а затем получаете ответ на это лечение. Ну, я не останавливаюсь, все прекрасно знают про Нивополумап и вообще про ПДЛ-1, ПДЛ-1 и ПДЛ-2. И мы видим, что действительно очень большой прогресс в лечении той же меланомы. Вы видите, что даже комбинация значительно повысила этот эффект. И сейчас я думаю, что нам это не надо, но я хотела бы остановиться на том, что в настоящее время очень много новых препаратов и новых рецепторов, которые будут применяться. Это поиски сейчас заняты очень многие компании, в мире, и мы видим, какие могут быть еще мишени, которые в настоящее время представляют большой интерес. Это рецепторы леданты НК-клеток, это потенциальные мишени. Вы видите, какое большое количество этих мишеней имеется, и в то же время мы уже видим, что препараты есть, которые применяются в клинических исследованиях. Но наиболее данные представлены с антиОК-40 и антиСиди-137. Хотя, в принципе, есть уже данные с другими препаратами. И теперь система тоже ТНФ. Тоже мы видим здесь огромное количество рецепторов. Я уже не буду на них останавливаться, потому что времени уже нет. Но просто хотела бы сказать, что эти маркеры тоже в настоящее время очень широко используются. И основная задача, как мне кажется, наша, в том, чтобы количество препаратов огромное, которое сейчас идёт, технически сейчас получить моноклональные антитела к исследуемому эпитопу не представляется чрезвычайно трудной. Но выбрасываемые на рынок препараты, они недостаточно изучены. Я не останавливаюсь на тех, у меня будет трудный стол здесь, когда мы рассматриваем иммунологические осложнения. Осложнения здесь очень серьёзные. Вплоть до смерти больных. И связано это с аутоиммунными реакциями, поскольку, используя все эти препараты, вы одной рукой как бы стимулируете противоопухоль в иммунный ответ и в то же время подавляете полностью аутоиммунные, то есть иммунологические реакции, которые обеспечивают защиту от аутоиммунной агрессии. И в результате развиваются тяжелейшие осложнения. И вот это очень важно для того, потому что препаратов, я тут и говорю, есть против ТНФ рецепторов, НК-рецепторов, НК-рецепторов и так далее, но как их комбинировать, как их использовать, я думаю, что это задача иммунологов для того, чтобы изучить действительно механизм действия и подобрать достойную схему препаратов, потому что перспективность этого направления очевидна. И действительно, я думаю, что нашими усилиями мы поможем клиницистам реально внедрить эти методы в лечение. Спасибо за внимание. Спасибо, Заяра Григорьевна. Вопросы, пожалуйста. Да, будьте добры. Вы знаете, у меня вопрос такой не совсем обычный, может быть. А скажите, исследование вот именно психотерапевтов и психоиммунологов в этом контексте осуществляется в мире или в нашей стране? Вот есть ли наблюдение в этом формате? Взаимодействие психоэмоционального триггер-фактора к преморбидному или противорецидивному в контексте вот именно вашего? Насколько я знаю, в нашей стране вряд ли, но в мире действительно это есть, особенно в Америке. Там действительно есть психотерапевтическое направление, которое связано и с иммунологией. И есть большие лаборатории, которые занимаются именно этими явлениями и комбинацией. Но вообще, честно говоря, ведь известно, что при ряде психических заболеваний и даже при психических реакциях идут жесткие нарушения иммунного ответа. И, в принципе, это хорошо известно. И коррекция иммунного ответа в этих случаях, наверное, тоже может иметь место. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, Заяра Бригорьевна. Будьте добры, да. Анна Борисовна. Скажите, пожалуйста, если... Представьтесь, пожалуйста. Данила Анна Борисовна, института онкологии Петрова. Если в процессе длительного применения вакцин увеличиваются супрессорные популяции, то как тогда можно объяснить, что у некоторых больных в процессе длительного применения вакцин развивается устойчивый полный регресс? Да. Дело в том, что я же не говорю, что это у всех больных. Если вы посмотрите, это не наши данные, это зарубежные данные. И они есть и относительно интерлекина-2, и интерферона, и, к сожалению, при вакцинах тоже. Это не у всех больных. Поэтому мы всегда говорим, что это индивидуальная речь. Если мы посмотрим количество супрессоров, только Т-клеточных супрессоров у онкологических больных, то вы увидите, что спектр тяжаченный. То есть у одного и того же больного может быть и Тереги, и НКТ, и CD828, а у другого ничего не может быть. Понимаете? Поэтому мы и говорим, что надо смотреть иммунологически, что имеется до начала лечения, и не брать этих больных, у которых высокая активность супрессоров. Надо смотреть, что происходит в процессе вакцинации, и если есть повышение супрессоров, есть такая возможность воздействовать на них. То есть те больные, у которых идет активация супрессоров, это неблагоприятный фактор. А ряд больных, которые прекрасно на все эти процедуры, и вакцинотерапию, и вакцинотерапию, прекрасно отвечают, и у них действительно развивается хороший клинический эффект. Но взаимосвязь с тем, что происходит с иммунологией, очень мало изучена. Если вы посмотрите современную литературу, 16-й и уже 17-й год, то на Западе тоже поняли, что нельзя применять чекпоинтовские препараты просто от фонаря, если так грубо выразиться. Надо действительно смотреть, а что же действительно происходит. Может быть, не столько в периферичной траве. Я здесь не останавливаюсь, у нас должен был быть доклад от нашей лаборатории, а именно внутриопухолевая. Сейчас прекрасно смотрится внутриопухолевая инфильтрация лимфоцитом, и характеризуются эти клетки. И даже там же крошечное количество для проточника нужно. И вот действительно, такие исследования, они чрезвычайно интересны, потому что вы посмотрите механизм действия, и тогда вы уже будете с открытыми глазами назначать иммунотерапию. Спасибо, Заря Григорьевна. Спасибо, Заря Григорьевна.